Здравствуйте, я Валерий Самович, и в этом ролике на примере топора хочу показать технологию термообработки стали в домашних условиях, которая включает в себя три стадии – отжиг, закалку и отпуск. Потребность закалки возникает в том случае, если производителем нарушена технология термообработки. Если топор при работе быстро тупится, на острее появляются вмятины, то сталь мягкая и это значит, что топор не закален. А если острее выкрашивается или растрескивается, то есть сталь очень твердая и хрупкая, то это возможно в том случае, если не был проведен отпуск после закалки. Оценить твердость стали, а значит и качество закалки, нам поможет незатертый напильник с мелкой насечкой. Если твердая стали высокая, то напильник по ней скользит почти не цепляя. Если твердая стали средняя, то напильник ее чуть-чуть берет. И если твердая стали низкая и напильник ее спокойно берет, то значит эта сталь не закалена, либо была нарушена технология термообработки. Как в случае с этим топором, напильник берет его легко. В этом случае, а также в случае повышенной хрупкости, топор подвергаем полному циклу термообработки. Вначале отжиг, а затем закалка и отпуск. Правильной закалкой топора считается такая закалка, при которой разные части топора закалены по-разному. В районе лезвия, на расстоянии примерно трех сантиметров от острия, твердость стали должна быть высокой. Твердость остальной части топора должна быть гораздо меньше. Такая закалка обеспечивает износу устойчивость лезвия и пластичность остальной части. И является гарантией того, что при работе не лопнет обух или не отломается полотно. Следующий момент, который мы должны знать для проведения эффективной термообработки, это марка стали, из которой изготовлен топор. Все строительные топоры, которые изготавливали в Советском Союзе и изготавливаются сейчас на постсоветском пространстве, должны соответствовать ГОСТу 18578-89 топоры строительные. Этот ГОСТ оговаривает марки стали для изготовления топоров. Каждая из этих сталей имеет свои температурные режимы термообработки и свои закалочные среды. Узнать об этом можно в марочниках стали или в справочниках термиста, которые есть в свободном доступе в Рунете. Однако хочу подчеркнуть тот факт, что основным материалом для изготовления строительных топоров являются стали У7 и У7А. Топор, который я выбрал для экспериментов, имеет клеймо, показанное на экране. Сверху год выпуска 1963. Слева типоразмер по ГОСТу А2. Справа сталь, из которой изготовлен топор, это инструментальная углеродистая сталь У7. Режимы термообработки для стали У7 следующие. Температура отжига 740-760 градусов с дальнейшим медленным остыванием до 550 градусов со скоростью 30-50 градусов в час. После 550 градусов топор можно охлаждать на воздухе. Температура закалки 800-830 градусов. Закалочная среда через воду в масло. Это значит, что кончик топора порядка 3 см охлаждается в воде примерно до 250 градусов, а затем топор полностью погружается в масло до полного остывания. Время нахождения в воде примерно 1,5 секунды при температуре воды 20 градусов и примерно 3 секунды при температуре воды 30 градусов. При этом топор нужно интенсивно двигать в воде, для того, чтобы сорвать парабую подушку, которая препятствует эффективному охлаждению. После закалки производится отпуск. Для этого топор выдерживается при температуре 270-320 градусов в течение 1 часа. Отпуск производится не позднее суток с момента закалки. Перед термообработкой надо затупить режущую кромку топора, чтобы ее толщина стала примерно 1 мм. Итак, приступаем к термообработке. Первая операция называется отжиг. Перед закалкой топора или любого другого инструмента необходимо выполнить отжиг. Отжиг – это своеобразное обнуление структурной памяти металла. Заключается он в нагревании всего инструмента до температуры 740-760 градусов и в постепенном охлаждении до 550 градусов со скоростью примерно 30-50 градусов в час. Отжиг лучше всего проводить в кирпичной печи. Самый важный вопрос – как определить температуру металла? Профессионал легко определит температуру по цвету. Ну а новичку на помощь придет обычный магнит. Дело в том, что сталь, так же как и железо, перестает магнититься при температуре 768 градусов. По мере нагрева магнитом проверяем, магнитится ли сталь. Когда магнит перестанет приставать к стали, это значит, что температура нашего топора превысила 768 градусов. И больше нагревать его не нужно. Запоминаем цвет свечения для температуры 768 градусов. Он называется красно-бордовый. Это знание нам понадобится при закалке, которое производится при температуре 800-830 градусов, что соответствует переходу от темновато-красного к красному цвету. На экране вы видите таблицу цветов, коления и побежалости для углеродистой стали, а так же ссылку, где эту таблицу можно найти. Хочу обратить ваше внимание на то, что камера искажает реальный цвет, делая его светлее. Итак, требуемая для отжига температура достигнута. Угли сдвигаем подальше от топора. Печь закрываем. Задвигаем главную задвижку и оставляем часов на 10. Пусть топор остывает вместе с печью. В процессе отжига улучшается микроструктура металла, снимается внутреннее напряжение и уменьшается твердость. После остывания отожженная сталь становится мягкой и легко берется напильником. Следующая операция термообработки – закалка. Как я уже говорил, закалка стали марки У7 производится при температуре 800-830 градусов. Нагревать топор можно на костре, в буржуйке или в кирпичной печи. Как только металл перестанет магнититься, ждем еще несколько минут, а затем приступаем к закалке. Закалка производится в двух средах. Первая среда – это вода, подогретая до 30 градусов. Вторая – масло. В воду мы окунаем лезвие топора на 3-4 сантиметра. Интенсивно двигаем для того, чтобы паровая подушка не препятствовала интенсивному охлаждению. Время нахождения в воде – порядка 3 секунд. Затем полностью окунаем топор в масло. Так как масло может загореться, держим на готове кусок плотной ткани, для того, чтобы в случае возгорания закрыть ее ведро и прекратить доступ кислорода для горения. Затем контролируем твердость стали после закалки. Берет хорошо. Чуть хуже. Стекло. Лезвие после закалки получилось очень твердым, а значит и хрупким. Поэтому путем отпуска его нужно будет сделать более мягким и пластичным. Для того, чтобы хорошо видеть цвета побежалости во время и после отпуска, зачищаем топор проволочным кругом. Вот что имеем в итоге. Последняя операция термообработки называется отпуск. Отпуск необходим для уменьшения хрупкости закаленной стали и снятия внутренних напряжений в металле, появившейся в процессе закалки. Отпуск я делаю в обычной духовке. Топор выдерживается 1 час при температуре 300 градусов, а затем остывает на воздухе. Вот такой красавчик у нас получился после отпуска. Цвет побежалости, синий, свидетельствует о том, что температура отпуска была примерно 300 градусов. Увидеть этот цвет можно, если повернуть определенным образом поверхность металла к освещению. Проверяем твердость металла после отпуска и убеждаемся, что лезвие стало чуть мягче. Как мы уже знаем, температура закалки стали у 7, 800, 830 градусов и уменьшать ее нельзя. При более низких температурах закалки может не произойти вообще. А что же делать в том случае, если после закалки нам необходимо получить пластичную сталь с относительно невысокой твердостью? При такой ситуации закаляем сталь как положено, но увеличиваем температуру отпуска. Чем выше температура отпуска, тем пластичнее и мягче будет сталь после отпуска. Данные о твердостях стали после отпуска, в зависимости от температуры отпуска, есть на каждую марку в марочниках сталей. Еще один способ закалки инструмента – это закалка с самоотпуском. Вначале инструмент разогревается в печи до температуры закалки. Затем режущая часть охлаждается до температуры 150-170 градусов. После этого режущая часть зачищается от окалины для того, чтобы видеть цвета побежалости. Смотрим, как идет фиолетовый цвет. Инструмент выдерживается на воздухе до тех пор, пока тепло от раскаленной части не нагреет охлажденную часть до температуры 250-300 градусов. Об этом мы судим по цвету побежалости. Все фиолетовое охлаждаем. В качестве закалочной среды используется вода. Только для охлаждения режущей части она нагрета до 30 градусов. А для окончательного охлаждения топора она нагрета до 50 градусов. На этом, пожалуй, все. С вами был Валерий Самович. Удачи вам и успехов! До встречи в следующих видео!